Всем здарова, с вами Зура, и сейчас я хочу с вами поделиться своими личными впечатлениями от нового сериала Аркейн. К данному видео я не писал никакого сценария, никаких заготовок у меня нет, я буду просто говорить с вами на камеру, рассказывать свои личные впечатления от этого сериала. Если вкратце, я в Шакенции. Так, сейчас. Показать очень много, вот прям очень много. Что можно отметить по сюжету, так это то, что персонажи развиваются. Ведется повествование не одного конкретного персонажа, а нескольких, то есть там сюжет разветвленный. Не знаю как вы, но я люблю подобные ходы в сериалах, мультсериалах и вообще в любом творчестве. Разветвленный сюжет это всегда интересно, когда можно наблюдать не за одним персонажем, а за несколькими. И получается первая половина серии мы видели персонажа в детстве, вторую половину серии, там произошел небольшой таймскип, буквально около десятка лет, немножко. И персонажи перед нами предстают совсем уже в других очертаниях, с другими характерами. Персонажи за этот таймскип поменялись, их взгляды на жизнь изменились. И у каждого персонажа есть эмоции. Это самое важное, когда персонажи не просто пустые болванки для того, чтобы они были. А здесь у каждого есть своя история, у каждого свой лор, который я вам могу сказать очень обширный. Также что мне очень понравилось, это как авторы смогли передать трансформацию девочке, получается из адекватной в безумную. Там был такой момент, эпизод, когда косвенно по ее причине умерли ее товарищи. И ее сестра, в кавычках сестра, неродная, сестра по духу можно так сказать, Вай, сестра нашей главной героини, которая сошла с ума Джинкс, или же Палдер. После всего этого произошло, да, я даже не знаю как говорить. Под эмоциональным всплеском получается Вай за поступок Палдер начала ее избивать. Ну не прям чтобы избивать, но она ее так знатно ударила. А потом главный антагонист подобрал Палдер к себе, назвал ее Джинкс, перевоспитал по-своему, промыл ей мозги, можно так сказать. Навязал свои ценности. И тем самым у Джинкс, буду ее так называть, произошло раздвоение личности. Камера, тварь. Так, у меня тут небольшие неполадки произошли, и снова продолжаю. Вкратце мне очень понравилось, как авторы показали трансформацию в безумца. Не только с точки зрения прописанного сюжета, но и с точки зрения визуала. Всякие мелкие детали, отрисовки, это очень сильно помогает понять состояние персонажа, что он испытывает. Если честно, я не очень хочу сильно спойлерить, но спойлеры, да, в этом видео есть, однозначно. Но я не хочу очень сильно спойлерить, буду отмечать только такие моменты, которые, так сказать, вызвали у меня больше всего эмоций. Также по очереди начнем с самого начала. Первая, это самая большая трагедия, смерть всех близких, товарищей, друзей. Когда Палдер хотела помочь, но в итоге... Получилась хрень. На самом деле, ей можно очень сильно сопереживать, потому что она же не виновата, что у нее так кукуха поехала. Также немного поговорю про вторых главных героев. Ну, они уже второстепенные главные герои, можно, наверное, так сказать. Это Джейс и Виктор. Два ученых, два сапога пара. Изначально мне очень сильно понравилось то, что Джейс имел свою точку зрения и смог ее доказать в итоге. И Виктор тоже очень четкий челик, который, судя по всему, в будущем станет, да, механизированным каким-то железным человеком. Те, кто играли в Лигу Легенд, те знают, как он будет выглядеть. И да, то, что я должен был, наверное, сказать в самом начале, этот сериал делался на историях персонажей из вселенной Лиги Легенд. Но это не значит, что нужно обязательно играть в игру, чтобы смотреть этот сериал. Сериал самодостаточен сам по себе. В нем раскрываются характери, мотивы, все о персонажах в сериале раскрывается. И не обязательно играть в игру, чтобы смотреть этот сериал. Также могу отметить, наверное, очень классную визуальную и аудиосоставляющую. Визуал. Пушка. Пушка. Что мне очень сильно нравится в визуале Аркейна, так это смесь 3D и 2D. Некоторые эффекты отрисованы в 3D, некоторые эффекты рисовались в 2D. И как-то это все совмещалось, и получалось очень красиво. Смотрелось очень органично, красочно, балдежно. Из аудиосоставляющей тоже очень классно. Я не знаю, это мое предположение, но, по-моему, создатели Лиги Легенд фанатеют с Imagine Dragons. Потому что они постоянно используют их музыку. А здесь они записали отдельную песню для самого сериала. Еще раз извиняюсь за рваное повествование. Повторюсь, что к этому видео у меня нет ни сценария, ни заготовок. Я просто сел за камеру и начал говорить свои мысли о сериале. Также, не знаю, может у кого-то возникнет такой вопрос. Кто мой любимый персонаж из Аркейна? Мой ответ? Кейтлин. Мне нравится просто сам характер персонажа. И не только характер. И, наверное, что больше всего поразило смотрящих этот сериал, это финал. Я не буду специально говорить, что там было в финале, потому что, возможно, вы еще не смотрели этот сериал. Это ни в коем случае не спонсорское видео, не реклама сериала, не реклама Лиги Легенд. Хотя я бы не отказался, если бы они со мной сотрудничали. Но, увы, нет. Я говорю все от души, свои эмоции, свои переживания, свои впечатления. Если вы еще не смотрели этот сериал, я думаю, вам стоит его посмотреть. Для обычного анимешника это как 18 серий аниме по 20 минут. Не так много. Также еще один момент, который я могу отметить, это подготовленность авторов. Вчера вышли последние три серии, а сегодня утром уже, знаете что? Вышел анонс второго сезона. И для тех, кто очень яро ждет этот сериал и не знает, когда он выйдет, я могу сказать одно. Не раньше, чем через один год, это точно. Потому что создание таких сериалов, это очень тяжкий, муторный, трудоемкий процесс. Пишите в комментариях свои впечатления от сериала. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение, что вам понравилось, что вам не понравилось. Например, напишите вашего любимого персонажа, почему он ваш любимый. И что-нибудь еще. Довольно нестандартное видео для моего канала. Не знаю, возможно такие видео будут выходить иногда, после просмотра мной какого-нибудь прикольного сериала. На создание сценария, которого времени у меня просто не будет. И я вот так вот сяду, за камеру включу настольную лампу и с вами поделюсь своими мыслями. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!